Белька! Белька! Чё это, Роман? Звук оттока получил. Роман Иванович. Звук. Роман Саныч. Я пиздец. Роман Саныч. Я тебя на монтаже угадаю. Я поменяю тебя на что-нибудь похожее на тебя. Всё поменял. Что-нибудь нейтральное. На что? Там будет говно. Смайлик говна. Ай, это грибой монтаж. Ты не смайлик даже. Видео говна. Всё, давайте поздороваемся. Привет. Короче, да. Мы читаем новости, которые нашли. Да. Сейчас вот. Сейчас нашёл я. Вот. Я чисто Яндексом руководился. А я? Руководствовался. Ты Яндекс? Я написал тупые новости. А я весёлые. А я просто Яндекс включил. Там выдача. Там и тупые, и весёлые. Как бы. Яндекс думает, что это нормально. А мы-то знаем сами. Короче, сейчас мы зачитываем. Кстати, Яндекс Дзен уже, да? Вот. Не забывайте про колокольчик. Похуй. Короче, вообще. Короче, да. Мы читаем новости. Денег скидите на карту. Давно, блядь, не записываю. А то нам сколько денег скинули? Знаете, в общей сумме, получается, нам скинули 600 рублей. 600? 611 рублей. Куда? Один у нас донатор есть классный. Он 211 рублей кинул. Это был 11 скинул. Потом 400 рублей девочке кинуло. Ну вот. Всё. То есть донатор классный 211 скинул, а девчонка просто 400. Девчонка ещё класснее. Понимаете суть донатов? Чем меньше, тем лучше. Нет. Больше давайте деньги дайте, пожалуйста. Что-нибудь. Короче, как хотите. Кто начнёт новости? Давайте просто прокомменеемся и ещё раз расскажем. Мы читаем новости друг другу, которую посчитали глупыми, смешными, интересными. Сделал. Сделал? Сделал уже. А сделал уже? Ну тогда перебивка получается. Шу, бля. Да нет, я же пельмени не елся. Да, это понятно. С пельменей тригон жёсткий. Короче, смотрите, давайте я начну. Я зачитаю новость. Она простенькая. Священник в США соблюдал дистанцию и осветил еду из водяного пистолета детского. Просто представьте этот день Нептуна среди православных. Во имя отца и сына и святого. А как он? Он подкачивал из вот этой вот кастрюли? Святые бластеры. Это как ругательство. Святые бластеры. Святые мочёные есть, да? Короче, это просто сегодняшняя ситуация подтверждает. Мы потом её как-нибудь расскажем. Да не будем рассказывать просто. Пандемия это вообще... Нет, сегодня ничего не рассказываем. Страшный идиотизм вообще. Страшный идиотизм. Это где священник? В США. В США? В Холораде. Может быть он из-за того, что там были негры просто. О нет, сейчас не трогать. Два человека погибло уже от рук. Негров? Давно негры не гибли. Ха-ха-ха-ха. Короче, вот он такой... Я не представляю, как это всё происходило. Ты что, водный пистолет видел хоть раз? Голодный? Водный пистолет видел? Видел, конечно. Ну, типа, как священник выглядит с водным пистолетом? Как? У него... Аутентичный, я так скажу. В целом он, наверное, шёл сражаться с вампирами. С вампирами. С вампирами. С грязными вампирами. С грязными вампирами. Но увидел лавку с продуктами и думает, а чё б нет. Он просто, короче, узнавал вообще про славянские праздники и прочитал День Нептуна. Про День Нептуна. И просто не прочитал, когда он будет. Само-славянский праздник. После Масленицы сразу День Нептуна, по-моему. Бля, вы не задумались, что День Нептуна, короче, празднуется только в детских лагерях? Только в детских лагерях почему-то? Что это за это? Потому что во взрослых запретили так часто мыться. Нептун, Нептун. Нептун, знаешь, блядь? Ну да, бог царей воды. Бог царей воды. Бог царей воды. Да, вот, кстати, в июле тоже будет определённый месяц Нептуна, когда отключат горячие воды. У меня в июне 1-го числа. В июне, да? Ну, значит, в июне День Нептуна будут все встречать. День кипятка называется. Ну да, блядь. Хочешь мыться, иди кастрюлю, говори. Да, да, да. Ну так, этот, все маленькие кастрюли, которые весь год пылятся, они ждут. Ждут, когда, типа, настало, да. Вот для человека. Что он осветил? Продукты. Продукты? Продукты. Кушанье. Ну, кушанье, да. А какие? Что в Америке? Там не уточнилось. Просто, как бы, вот сама новость, что, типа, священник использовал детский пистолет для дистанционного освящения. Это еще раз доказывает, что большинство священников замешаны в педофилии. Он его оттрахал, убил и пистолет еще забрал. Фу, блядь. Это я вырежу невозу. Он его оттрахал, убил. Это я вырежу невозу. Хорошая новость или нет? Ну, по-моему, прекрасная новость. Ну, он как-то, он технологичный поп. Да. Технологичный поп. Пу-пу-пш-пу-пш-пу-пш-пу-пш-пу-пш-пу-пш-пу-пш-пу. Рома не прокусил. Рома не танцор. Только обидься на него. Да нет, не танцор, да. Женщинница Австралии. Женщинница. Женщинница Австралии. Стремилась облегчить жизнь свою и поделилась в интернете своим опытом, как она экономит время утром. Она просто наморозила 40 бутербродов детям в школу и весь месяц просто доставала из морозилки им бутерброды и все, ее опустили. Это вся новость, прикинь, так написано, ее опустили. Ее опустили? Ее опустили. Просто, мне кажется, ее опустили, потому что батюшка не добрал отца своим пистолетом до быть замороженным бутербродом. Вода замерзла. Он сбрызгал, да. Он такой, да ей петь, тут вся святыня замерзла на бутиках, блядь. На бутиках. Ненавижу эту природу. Вы в Австралии богохульники живете. Кенгуру не крестите, блядь. Мне кажется, вообще нет у людей, кстати, инфы по поводу того, что, типа, ну, можно хавать замороженное потом, ну, типа, сколько можно хавать, на сколько можно. А что, почему нельзя хавать замороженное? Не знаю. Никто не знает. Можно есть. Просто они невкусные, пиздец. Ты ее разморозил, бутики, они влажные, хлеб мокрый, как тряпка. Думаешь? Конечно. Ну, если в герметичной упаковке. Ну, тоже интересно. Зиплоки, зиплоки были. Чё, она, типа, весь мефедрон высыпала и все, и закинула туда бутики. Прикинь, как с ним штырь. Чтоб тратить время только на мефедрон. Да. А не на детей. Ну, нахуй. Они надоели мне. Ребята же, погрузите, погрузите бутерброд. Да, погрузите. Мы это знаем просто из интернета. Да. Самый кайф, я считаю, в этом. Мефедрон. То, что это, помимо этого, второй кайф, получается, то, что если дети идут... Дети идут в школу и где-то нечаянно ударились, они могут приложить свой бутик. Приложи свой бутик. Бля, да. Это такой беспонтовый пикап. Девчонки, слушай, у меня писюн болит. Приложи свой бутик. Причем школьница, он это говорит. Конечно, тут в рясе ебать попасывает. Пистолет. Взгляд тогда, а? Мочить тебя делает, но без пистолета. Чего она еще могла? Ее опустили. За что ее опустили? Типа, нельзя так с детьми. Как, блядь? Кормить? Ну, да. Ну, типа, что вот... Да нет, это нормально. Все думают, что... Плохо высказали. Плохо высказали. Нет, короче, этот... Все думают, наверное, что мамы должны, типа, потрачить. А мамы же тоже, типа, люди. В первую очередь. Ну, там двое или трое детей. Другой у нее шестнадцать детей. Эта лапенка. Австралийская лапенка. Реально, инфы нет. Случит, как эпидемия новая. Инфы реально нет. Типа, вот, ну, можно ли заморозить или нет. Даже, типа, вот, ну, нормальной, здравой инфы нет. Ну, понимание того, что происходит с продуктом, когда ты его заморозил, разморозил. Короче, жидкость кристаллизуется в нем, а потом при разморозке она не расходит, и, соответственно, все нужные микроэлементы, они, типа, и становятся продукт, типа, беспоминятным. Ну, а в бутиках изначально что может быть? Очень полезные бутики, да, как будто бы изначально. Ой, как потратили, как много утратили полезных веществ. А как она еще могла экономить время на детях? Блядь, пить противозачаточное. Тупая дура. Самая экономная. Блин, ты сказал, типа, плохие в Австралии богохольники не крестят кенгуру. Знаешь, почему кенгуру не крестят? Потому что ты его, типа, окунул в эту штуку. Типа, у тебя есть, грубо говоря, 5 литров в этой кастрюле, в которой светят. А у кенгуру, у них, во-первых, сумки есть, а во-вторых, они хитрые, суки. Они себе чуть-чуть водички напулькали, опа. Не, просто... Вдруг ангина, я потом сыночку, ложечку вот эту со святой водой... Вас поили когда-нибудь святой водой? Ну, я сам пил. Откуда? Из проруби? Ну, в магазине святой источник подают. Нет, у меня у мамки стоял трехлитровый банк. У него вроде здесь тоже стоит, на всякий случай. На нападения вампиров? На, попей воды. Да. Вот ложечку воды и все. Ой, как чудесно все прошло. Не, ну, в церковь когда ходил, там, пил. Ты ходил в церковь? Да. Ну, чисто футбол погонялся, тушняк сбил. Каждую Пасху. У меня только сеструха ночью двигалась постоянно. Ну, типа, светила Пасхи там. Да, вот светить Пасхи я ходил. Блин, вы знаете, что там яйцами кидаются в церкви? Ну, такого не было. Или это просто я придумал? Бля, я вчера подумал. По-моему, уже типа кидаются. Пост. Великий пост, он же направлен для того, что, ну, типа, если все религиозное в это убрать, это же, типа, ну, на очищение организма после зимнего хавчика. Ты чистишься сколько там, сорок дней с копейками, и после этого ты хаваешь мучное. И яички. И яички. Хуй. Ты хаваешь хуй. Да. Это же хуй. Ну, все, уже подкаст начался. Ну, почему? Мы же типа разгоняемся. Да, понятно, да. А как еще экономить время на детях? Как еще экономить время на детях? Да. Чтобы тебя опустили еще. Ну, не обязательно. Ну, вот как она вот придумала, вы, может, что-нибудь еще на детях. Ну, как? Вот, типа, мама. О, PUBG ваша. Я не слышу тебя. Или просто устроиться в школу какой-нибудь техничкой и, типа, поселиться там на раскладушках. В целом можно умереть. Это самый экономный вариант. Типа противозачаточный? Да, противозачаточный. Нет, я про техничку думал, что вообще отличная тема. Я лучше умру, чем быть техничкой. Блин, пацаны, у меня не веселые новости. У меня интересные новости. Давай. Автобренд Датсун. Датсун. Уходит из рынка России. Из России. С рынка России. А Датсун это... Ни одной машине. Это кореативная. Датсун. Датсун это все такси. Да, такси. Я вот это думал. Знаете, почему они уходят? Блядь, мы тачки придумали. Мы придумали тачки, вы, блядь, на такси ездите. Мы же... Вы... Мы уже заебались. Мы заебались. Они у нас уже с завода с надписью Uber. Да, и с узбеком за рулем. Сколько можно уже? Это китайский, да? Корейский. Нет, это Ниссан. А, Ниссан это что? Япония? Это Япония. Да, ну Датсун. Да, они сейчас хотят самые ходовые машины. Да ну, мне кажется, это все равно как делается. Даже тот же этот... Кто он? Это Гелендваген, по-моему. А, Red Rover. Он же, типа, собирается в Индии. Ну, все, короче. Да, типа, мне кажется, это Корея. Не, возможно, в Корее, но, типа, это Япония. Ну, и японцы могут сами делать машины. Да. Но я бы... Я вот только сегодня узнал, что Датсун это, типа, машина вообще. Ну, я бы вообще, на самом деле, если бы даже об этом говорили в новостях, его вообще сделал. Не то, чтобы сделал это, просто не расслышал. Ну, типа, Датсун находится рынком. Да, у них вдобавок к тому, что Uber, типа, надписи есть сразу с завода, узбек сидит на водительском и наблеванно сзади. Из-за этого они выходят. Ладно, наблеванно вырезаем, вставляем заново. Он их оттрахал, убил и забрал пистолет. Не хавайте хуй. Да когда... Не хавайте хуй. Замороженные. И не ездите на Датсуне. Да. Не, в целом Датсон неплохая. Ну, как-то это, типа, азиатский аналог Рено Логан. Датсон – это телевизор. Нет, Датсон, короче, это, да, реально аналог... Что ты сказал? Рено Логан. Рено Логан. То есть, это машина, которая, по сути, неубиваемая. То есть, это просто телеги, грубо говоря, которые неприхотливы в ремонте. И поэтому их, как бы, везде. Большую партию, типа, привезли. И вот в Россию как раз для таких вот... Нет, братан, грамотно говори. Хабиб Нурмагомедов – это машина неубиваемая. Убил, а трахал. В общем, официальное печатное издание Северной Кореи опровергло факт того, что основатель страны Ким Ир Сен умел телепортироваться в пространстве. Об этом думали граждане страны. Об этом, как бы, сообщает южнокорейское агентство Йон Хи. Опровергли? Опровергли, да. То есть, граждане думали, что там во время войны все получилось, да, потому что он умел телепортироваться. Просто он очень долго скрывал, типа, наличие самолетов вообще в жизни. В целом транспорт. То есть, это недавно они, типа, опровергли, что Ким Ир Сен он, только вот недавно выложили, что в Северной Корейской газете о том, что он не умел. Просто я вам скажу, что, короче, Ким Ир Сен это дедушка Ким Чин Ир. Соответственно, Ким Чин Ир, ну там сколько, ну 35-40 лет. Соответственно, Ким Чин Ир, его батя еще жил сколько-то. И Ким Ир Сен умер, ну, грубо говоря, он умер там, ну, лет 50 назад. Ага. И, типа, 50 лет думали, что он телепортировался. Прикинь, да, как они в шоке просто с утра. Да как? Желтая пресса. В смысле? Да. Не верю газетам и телевидению. Ну, Путин. Димаст Путин погонял. Вы видели? Да. Бросил ручку. Путин бросил ручку. Ебать новость. Путин бросил ручку. А вы смотрели вообще видос? Как он бросил? Путин бросил ручку и жену. Да? Ну, он так типа. Не переплетает. Не, 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 не. Путин бросил ручку. Короче, ну вот. Просто, что говорит, собственно, агентство Yonhap. Просто интересно о том, что об этом сообщает южнокорейское агентство. И новость о том, что опровергли в Северной Корее. Да. А потому что в Северной Корее, типа, нет агентства. Там все чисто напрямую покупают. Да. Ну, просто они вообще, типа, как так вообще? Мы тоже, может быть, в каком-то таком колпаке интересном живем? Ну, о чем мы думаем? Мы же думаем. Ну, блин, мы о таких вещах какие-то даже задумаемся, да? А тут люди думают, что у них этот. Как у нас, мы бы знали, что у нас, допустим, Ельцин этот, телепортироваться мог. Он человек-паук. Да. Да. Или что там еще? Он перемещался во времени. Что? Я там все видел. Он мог смешивать юб-алкоголь. И не пьянеть, да. Не, не получалось. Смешивать легко вообще мог. Да. Он мог, знаете, что? Проспать 18 часов, понимаете? Суперспособность Ельцина. Проспать 18 часов. Ты смотрел это видео? И знаешь, откуда вообще это видео? После чего? С аэропорта. Уже в российского. Но, короче, он прилетел, не помню, в какой стране он. Ирландия вроде. В Ирландии, да. И стоит его как бы глава страны Ирландии. Пример министр. Встречает. Он тратит, а он не выходит. И все. А что? Вот как они? Самолет зашел? Что было? Тип выходит и с трапа такой... Что он сказал? Его нет. Слушайте, мы летели, думали, он есть, а его нет. Приехал Ким Ирсен, а они телепортировались. Такая... Какая тема. Официальная версия. Да. Официальная версия. Почему Ельци не вышел? Представитель Ирландии. С Ким Ирсеномом, блядь. Ким Ирсеном. И вот он реально просто, он типа был синий, скорее всего, не смог проснуться. Может быть другие. Ну вот, а потом уже прилетает вот человек, который вот сбухите, просыпается. У него вот такой кос. Он такой, я поспал. Это знаешь, еще вот это похмельное мороз такое? Официальная версия. Это значит, да, все, да. Не, ну круто быть, на самом деле, я думаю, что это круто быть президентом и побухивать. Типа, ну вот с одной стороны, то, что сейчас, вот меня вот не устраивает, конечно. Но если бы, ну, пиво, пиво. Нет, типа, с позиции человека, если ты президент, то типа хули не поймешь. Да, я когда про это и говорю. А стране как бы не очень прикольно. Нет, это пардак, блядь. Если кому это нахуй интересно, что я там в стране сейчас. Этот, то что, прикинь, ну я президент, и типа, ну, блядь, подбухнутый. Его можно было понять. Ну да. Прикиньте, тип первый раз летит в Ирландии. Такой, ни хуя, блядь. Я там вискаря, там, сейчас там с конором. Сливки поеду. Ирландские сливки. Вискаря, нет. Что еще в Ирландии? Вискарь? Да. Что еще есть? Рыжих. На рыжих типов посмотрю. На рыжих не чеченцев. Или прикона поймаю. Да. Поймаю или прикона, и он-то меня точно поднимет, тогда я подправился немножко. Я его за хвост, за бороду поймаю, и даю мешок золото. Смотрите, говорят, что про мертвых, типа, нельзя шутить, но мы-то говорим про живого Ельцину, ну, про того, когда он был живой. Мы сейчас не говорим, что, типа, а как вот про мертвых шутить, типа? Ага. Он уже ничего не сделал, чтобы мы над ним пошутили. Мы шутим над ним в живых. Шутим над ним в живых. Блин, все, шах и мать. Работаем. Как раз в тему, короче, мы тут общались, ездили на кладбище с родственниками, и разговаривались с одной темой, там, у одной из знакомых, короче, умер брат, и, ну, не вывезли они по деньгам перевозку тела, короче, и пришло, ну, они приняли решение, типа… Распилить. Этот… Швырнуть его. 2,5 тысячи. Подальше. Нет, они приняли решение, типа, кремировать его. Ага. И… А в самолете еще дороже, потому что, наверное, на прах нужен отдельный, типа, билет или что-то, какой-то документ представляет? На прах? На прах. Такая тема, что… Типа, ты же не можешь вскрыть ящик с прахом, он уже опломбирован. Угу. И им пришлось ехать на поезде. А на поезде кто что спросил, что кто везет? Ну, просто, блядь, ты на нижнюю полку там поставил. И все, я как бы, я сказал, говорю, ну, что везет яйца, куру и прах. И у меня мама такая… Ой, нельзя так нельзя. Смешно, прикольно. Роман. Вообще этот… Киберсан. Узбек, да, он мог это легко обманывать, знаете почему? Потому что они же похожи просто на… Ну да. На Датсун. Он говорит, смотрите, смотрите, я телепортируюсь, прятался здесь, здесь все, смотрите, смотрите, назад кричал, смотрит и там тихо, тихо, тихо стоял в таком же костюме просто. Опа! Просто женщина, да? Не важно. А там у всех одинаково прическа. Вообще. На самом деле челлендж с одеялом он начался с Ким Мерсона. Да, 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 да. Да, да, да. Типа у Василькова ты стоял… Реально, капец. Только там, знаете, типа там же делают… с одеялом делаешь, и там собака смотрит, там делали без собаки. Что, знаете, что с ней делали? Чего? Конечно. На док-шоу отправляли. А там трахали. Это было… Блин, это капец, конечно. Нам кажется, что это никчемная новость, типа, вот он не умел телевизор… Им, мы не знаем, но, наверное, они были в шоке. Да ну нахуй! Да. Как это накорестно? Сумпортироваться? А как он тогда… А как он тогда… А как он тогда… А как он… И я, например, кипать, как он тогда что-то? А как он… Тогда… Вот тут… Такого не было… А почему мы все… А вы все кто? А вы все кто? А как это… Я больше не хочу быть главой государства… Для нас… Дедушка… Теперь на корейском как это выглядело. Кульбалидок! Кульбалидок! Куль… В общем, очень классно обороне на корейский язык. Записывайте. Мне понравилось. И это… Это такая же тупая новость, ну, нам кажется, как нам бы сказали, типа, Путин на самом деле не Путин, а Питин. Да ну да. И мы такие… Ой, бля… Спасибо за… Голосуем. Суд Буэнос-Айрес, Аргентина. Решил допросить попугая, который запомнил последние слова убитой. Нет, пожалуйста, отпустите меня. Хах-ха-ха-ха. Хах-ха-ха-ха-ха-ха-ха! О, блядь… Буй нас ночи, стройбоебос, блядь. Да. заходит такой важный попугай-офицер, попугай-дознаватель. А да, нам уже специалистов с этим свидетелем наложить специалистов. Мы с этим не справимся. В гражданском. Допивает кофе и швыряет стакан. Пум-бэр-пэр-фэр-поп-ха. Скажи, скажи. Так, а вы вообще кто? Яш-хорош. Вы хороший специалист? Яш-хорош. Очень хороший. Берем его. Поехали на птичевые. В Аргентину. Он на русском спрашивал. Сейчас переводим. В натуре он сказал, типа, нет, пожалуйста, не убивайте. Да, это были вот последние слова, типа, вот сказали. Видимо, настолько громко они бандиты. Это как-то использовали в суде, короче. То есть допросили попугая, да? Да, и вот он сказал. Нет, пожалуйста. Блядь, защитник доказал, доказал просто попугай в суде. Вот это вот обвинение приглашает еще одного свидетеля. Один трусик. Заносит клетку его. Снимает. Он такой, хрррр. Снимает, а там этот. Роздулся. Кимчин лак. Кимчин лак. Кимчин лак. О! Кимчин лак. Что там, что-то не так. Я же говорил, я телепортируй. Мне теперь никто не поверит. Я телепортируюсь, и я попугая. И он сидит такой в черный. Я телепортирую, блядь. И потом общий план суда. И он просто щемечет, там в этом все сидит. Итак, суд вызывает последнего свидетеля Кешу. Все выводит. Он такой, все видит. Ну, расскажите, пожалуйста. Типа. Вообще что? Нет, пожалуйста, не трогайте меня. И он столько вопросов начали задавать, много. Он их начал повторять, и последние слова забыл. Да. Типа ему, как у тебя дела? Как у тебя дела? Он такой, скажите, пожалуйста, что произошло с вашей хозяйкой? Скажите, пожалуйста, что произошло с вашей хозяйкой? Вы можете повторить последние слова? Вы можете повторить последние слова? Вот. Кимчин, ну, если... Тарахнул потом. Если он запомнил эти слова, нужно было это, быть очень внимательным. Не спугнуть его, как раз не дать ему повода новой запомнить. Нужно было потихоньку заходить, на него смотреть и без звука ждать, пока он скажет, чтобы не запрограммировать его заново. И все сидели, ждали этого петушара, пока он скажет. Яблочком дали зеркальце поставить. Да, да, да. Неплохо выгляжу. Красивый я. Помогите! Помогите, меня убивают! А вдруг это не хозяйки, как бы, попугай, а соседа, который курил спайс. Типа, типа, принесли ему спайс. Помогите, меня убивают! Нет, пожалуйста, не убивайте! Не убивайте! Вот, слава! Я поплыл. А чё, если по такой схеме... Вот! Вот, как я понял, как вдохновляются... Вот, это меня даже вдохновило. Как вдохновляются эти убийцы, которые как-то называются, когда подражатели... Знаете же? Да, да. Здесь подражатели середины. Подражатели середины. Можно завести попугая. Каждому запрограммировать одно, типа, О, нет, меня убил и имя своего врага. Игорь. Игорь, да, допустим. И этого попугая идти убивать кого-то, этого попугая там оставлять. Не там оставлять, а продавать этой семье заранее. Нет, да. О-о-о-о! На птичевые ноги. С этим установленным меня убил Игорь. Да. Идти их всех убивать... А если вдруг они знают, типа, и... Типа, сбросят, да... А не так, ты не думаешь, что это очень глупо жертве кричать, когда ее убивают? Типа, вместо, помогите, говорите, меня убил Игорь. Типа, это же глупо жертве. Ну, придумать, да? Придумать нормально. Придумать нормально, что, типа, попугай передай им. Вот так уже убедительнее. Попугай передай им, меня убил Игорь. А представляешь себе, он его запрограммировал, короче. Они продали попугая, и попугай потом... Они ушли с дома, забыли вот этот... Ну, хозяева, которых скоро убьют, они забыли, типа, накинуть эту штуку. И ему запрограммировали фразу, и все потом допрашивают. Допрашивают, говорит, что он сказал перед смертью. И он говорит, сектор пристава май. И в телемагазин шел такой добрый. Да, да, да. Купите эту сковородку сегодня и получите... До сих пор режете тупыми ножами. Супер-резалка для овощей. Прикинь, до сих пор режете тупыми ножами, вот эти... Она самозахистка была, что ее просто чикают, да. Бля, и что получается, вот это дело, оно как бы... Разрешилось? Разрешилось, с помощью попугая? Да. Кого еще можно допрашивать? А как это, подожди? Там по укусам там еще что-то такое. По укусам? Да. Это латвийский. Ну, все сошлось, короче. По укусам. По укусам. По укусам. Пацаны, разъёг, новость разъёг. Поехали. Разъёг from Russia Today. Russia Today. Да. Это новостной агент. Вообще, типа, такое... Которое, типа, им выделяется около 20 миллиардов из бюджета. Вот. Ну, называется оно так, как будто комедийное. Russia Today. Слушайте, пацаны. Заголовок. Заголовок новостей. Типа на дважды два идет. Емельяненко рассказал о состоянии Кадырова. Ну, типа, не про деньги. Слушай, это не мемас. А? Это реально из Russia Today. Это из Russia Today. Емельяненко. Заголовок, да. О состоянии. Ну, типа, Кадырова... Ну, они спарринговали. Кадырова... Нет, он заболел. Кадырова коронавирусом. Его, типа, отвезли в Москву и все. Ну, во-первых, типа, я не знаю, может быть, не только у нас в Тюмени сейчас расформировали пресс-службу. Почему о состоянии Кадырова не говорит пресс-служба Кадырова, а говорит Александр Емельяненко. Я просто брат. Я... Вопросы, наверное, он этот. Просто окей. А теперь разъеб. После заголовка, внизу, описание. Описание новостей. Боец Александр Емельяненко рассказал, что не в курсе состояния здоровья главы Чечесской республики. Прикиньте, вот такая новость. Это Russia Today. Это стоит двадцать миллионов рублей. Миллиардов. 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 Двадцать миллиардов. Блин, это разъеб. Это министерство культуры. Какой культуры? Это бюджет. Я сейчас подумал, что Емельяненко рядом с Кадыровым сидит, и Кадыров прикалывается над ним, показывает ему на грудь, на его, допустим, там у него кресты, там все есть. Емельяненко, как ты думаешь, это верно? Кто такой? Ну да. Не, это неверно. Смешно, типа, Александр Емельяненко приехал в больницу к Рамзану. Рамзан Ахматович, как ваше состояние? Я скажу. И он тут же камеру примет. Я не в курсе. Я не в курсе. И Russia Today записывает. Да-да-да, там камера, и Russia Today рядом, что просто камера какая-то стоит. Какая-то. Просто хранение. Да, камера хранение просто. Я не в курсе. Я не в курсе. Я не в курсе. Он отмотал еще, знаешь, как в сейфовой замке, же в камере. Я не в курсе. И такие, Russia Today. Блин, ну это ублюдство. Знаешь, им можно накидать новостей много, типа, мы попытались прояснить ситуацию там с Собяниным по поводу там мраморных пареньиков. Нихуя не вышло. Да-да-да. Россия разработала, типа, там, корабль, который способен долететь до Сатурна. Но это наёбка. Есть некоторые обстоятельства самой страшной тайны Ирины Хакамага. Ирина. Она женщина. Да, она женщина, да. Ништяк. Ну, Russia Today, конечно. Ребята, мы вас не хотим оскорбить, мы просто говорим, что вы ела. Как-то всё. Всё просто. Короче, новость. Сухо смотрите. Очень короткая новость. Очень короткая новость. Давай. Очень, очень, я считаю, логичная. Давай. В Англии авторы книги «Как убить мужа» посадились за убийство мужа. Своего. Да? Да. Ну, во-первых, он Петрила, получается ли? Нет, в целом, это же... Нет, ну это был звоночек, знаешь, когда... Ладно, он мог сам уже вообразить, когда она сначала... Ну, классная книга. Ой, классная пушка. Научилась стрелять. Пошла на курсы стрельбы, потом пошла на курсы кикбоксинга и так далее. Начала запасаться, чтобы, ну, явно что-то в ней сидело. Так это же очень глупая алиби. И она начала писать книгу «Как убить мужа». Съеба. «Обить с хаты, убегай, мужик». Это женщина автора. Ага. А, я думал, что он мужчина, типа. Слушай, пожалуйста. Но. Петрила, это рад, чтобы... Но. 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 Нельзя отрицать того, что книга наверняка, ну, по деду. Но, в целом, давайте еще какие-нибудь книги, типа «Как собрать бомбу». Да. Им сорвать надо что-то. И типа «Давайте его посудим за убийство мужа». Как, как? За то, что человек взорвала бомбу. Это же супер ленивый следователь работал. Типа. Ну, можно есть там «Преступление по интересней книжке». «Как стать мэром небольшого города?» «Переписать половину там». Да. На родственников. Да. Блин, прикинь, на туре приходят. Затем проебаться на взятки. Ну, это по Англии, прикинь. Это вот, типа, вот так все четко сработало. В английских детективах все четко, как бы он провел расследование. А у нас, типа, вот в нашей стране, типа, вот такой есть у этого мэра книга. Он ее выпустил. И такие «Да». Да, ни хуйня. Творчество же. Да. Ступор. Просто не имеет никакого дела. Зовите попугая. «Он девчон не виноват!» «Все! А правда». Как круто, что мы его завели. Да. «Он не виноват!» Вот, прикинь, тот проебался, короче. И, типа, хотел записать 3 секунды, а записал чуть побольше. «Он ни в чем не виноват!» «Молодец, попка! Так мне точно никто не спалит». «Молодец, попка! Так мне точно никто не спалит». «Молодец, попка! Так мне точно никто не спалит». «Геи-гелошки». Да. «В метро!» «Рот закрыл и идешь, чтобы, типа, и сквозил». В Одесской области сотрудник муниципальной службы обнаружил на дороге пакет с 250 тысяч гривен. «Мужчина обратился в полицию, но там ему не поверили». «В итоге 100 тысяч гривен». «Тот посмотрел на пакет, что на нем отмечен был банк, пошел в банк и оказалось, что этот пакет просто случайно выпал из инкассации». «Что, блядь, за бред?» «Как это, блядь, может?» «Да ну что?» «В мультиках грузовик просто такая гора с деньгами и…» «А дорога терраю отойдется». «Вот так вот поворачивал, вот так…» «Сотрудник муниципальной службы чиновника». «Резкий поворот, пиздык пакет». «Сотрудник муниципальной службы это…» «Нет, это как ЖЭК». «ЖЭК там вот такой…» «Ну да, 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 ЖЭК». «Лёх». «Вовчик». «Этот…» «То есть случайно, то есть работал на улице, нашел 250 тысяч гривен пакет». «Не рублей вонючих». «И пошел в полицию». «Да». «В полицию, да». «Это было в Одессе». «Вы что, надо прикалываетесь?» «Я, слушайте, мы…» «Вы нашли деньги». «В Одессе?» «Я сразу не обратил внимание». «Вы хотите взятку дать?» «Вы нашли деньги?» «Вы хотите взятку дать?» «В Одесской области?» «Капец!» «Как может быть?» «В Одессе очень много денег шли с Одессы». «Не, ну, понял. Как можно отдать-то?» «И как пойти с этими декабрями?» «Наверное, не еврей какой-то, русский, наверное, такой». «Интересно». «И это просто…» «И потом в конце он говорит, «О, это банк». «Отнес банк». «Да». «И банк такой, «Ой, это выпало!» «Изавшую машину!» «Спасибо большое!» «Идите в ЖЭК, блядь». «Капец!» «И он такой, «Зачем я не остановился на полицейских?» «Хотел себе лодку надобную купить». «Реально, вообще, я не понимаю это». «Как вообще такое?» «Ну, блин, не должны люди так отдавать деньги!» «Да, это же боженька тебе, типа…» «Как вы вообще верите в то, что деньги могли выпасть из инкассаторской машины?» «Инкассаторская машина, это же они, вот, не как куриц возят». «Ну, несли там что-нибудь такое…» «Как?» «Несли, криворукие, ну, только лаутый мешок». «Они же все в ящиках, они же не несут вот так, вот, братья такие, блядь!» «Ну, в мешке, мешок же он нашел, мешок. «Ну, прессованный, наверное». «А, ну, всё, понятно». «Ну, вот это обаебись». «Ну, так выпал вообще». «Ну, интересно новость. «Интересно, что он домой приходит, потом я сегодня…» «Прикиньте!» «Ну, домой стул колебается». «О-о-о! «Вообще…» «Сегодня…» «Я бы больше с ним не общался!» «Такой день сегодня был, говорит, вообще!» «Чё случилось?» «Да, чё случилось?» «Да!» «Слушай, нашел мешок, короче…» «Так». «Ну, заглял его, думаю, а чё, тревуха как-то?» «Там, 200…» «Где это, гривны?» «Где они?» «Да, вот здесь там!» «Ну, это просто сейчас…» «Смотрел…» «Ну, посчитал, сколько примерно там…» «Блин, можно мне самокат купим электрический?» «Ну, подожди, подожди…» «250 тысяч, короче, гривен там было…» «Блин, на море…» «Ого!» «На море поедем!» «Да!» «Ну, я, короче, понес их в полицию!» «Бля!» «Тут боёв!» «Мать!» «Мне там не поверили!» «На море поедем!» «А, ну, мы уже на море там…» «Мы, бля!» «Купим…» «На землю поедем!» «На землю…» «На землю поедем!» «С море вернёмся!» «Всё!» «Но я…» «Но я потом увидел, что я туда банк и отнёс их в банк!» «Бля!» «Оказывается, это выпало из инкассаторской машины!» «И всё, и следующий кадр в окно, бля!» «Вылетает, нахуй!» «Мешки…» «Да!» «Можно было бы батю по свайпу менять?» «Следующий…» «По свайпу!» «От свайпу!» «На свайпу!» «Валерия, типа, немыслимо, чем обосраться человеку, который не ел год!» «Прикинь?» «Ну да, да, есть такая, да…» «Ещё какой может быть случай, если деньги…» «Да нет, из машины всё может выпасть пацаны!» «Ну, сегодня…» «Ну, если он, типа, щёлкал семечки и такой…» «Вместо семечек взял пакет, щёлкнул и выкинул…» «Отвёкся!» «Ты хоть раз видел, как вообще я не еду на кассаторской машине?» «Ты же к ней подъезжаешь…» «Я ночами плохо…» «Бля, не смущает вообще, не смутило ни вас, ни мужчину, что, блядь, инкассаторская машина возит деньги в пакетах, блядь?» «В мешках!» «А, в мешках?» «Вообще же в мешках, а это в пакете, блядь» «Мне кажется, это в ящиках всё возится» «Ну, есть, типа, мешки ещё, а это пакет, просто, типа, пакет, знаешь, как…» «Красно-белая» «Красно-белая, грубо говоря, пакет» «Да, это, да, это у нас там мелочи, ушко просто там…» «Нет, ну, раз там можно было банк прочитать, значит там какой-то…» «Это предятельная полная, вообще полная предятельная» «Да, возможно, на этих, на пачках, там же пишут банки, там печать ставят» «Ну, ладно, давайте продолжим» «Ну, знаете, это точно та новость, которую все обсудят, в натуре придут домой и скажут, ты видел, типа, это…» «Типа, и отвлекутся от какой-то значимой проблемы» «И отвлекутся от престола» «И будет, что, обсудить вечером?» «Теперь можно будет подъездить за чешное слово «Видите имя» и написать имя «Мойши»» «Мойшалов» «Мойшалов» «Короче, пацаны, новость, которая совсем скоро будет актуальна, но она и так актуальна, но типа, о грядущем событии «Роспотребнадзор» и Центральная избирательная комиссия предложили провести выборы, ну, голосование по поводу принятия поправок Конституции на свежем воздухе и растянуть на несколько дней «Типа, как свадьба» «Сушелками» «Ну, на несколько дней, типа, первый день просто свадебка, второй день – похмел, сушится, типа, третий день мы моем нашему вечному президенту ноги, как…» «Знаете такой весь обряд, на третий день свадьбы, типа, тёше ноги помыть какой-то…» «Берём бюджет в пень, заколачиваем, а потом его все достают» «Всякие тупые там будут забавы…» «Несколько дней» «Несколько дней» «Просто тусняк конкретный» «Почему?» «Я всегда за несколько дней… «Всё чувствуете, зачем?» «У шашлыков стоит столько с шашлыками и там, типа, проголосовался, поправки, получай, добавки, блядь» «И ещё лука добавили тебе с хлебом, нахуй» «Пиздец» «А почему, типа, почему на несколько дней на свежем воздухе, типа…» «Ну, потому что же у нас всё плохо с…» «А, это всё как вот эти, как выбор вообще всё происходит» «Там будут ставиться санитарные комнаты, пишут, и температурный контроль будет гражданам» «И солевая комната ещё?» «Ну, соль…» «Просто типа…» «Это же идеальная вообще возможность для вбросов, типа, ночью» «То есть у тебя не будет с утра до вечера, типа…» «Ну, вечером не будет урны вскрывать» «Будут же доталовать же, наверное» «Да вообще, к чему это вообще?» «Можете всё…» «Не доёбывайтесь!» «Всё…» «Ну, делайте как хотите уже, всё понятно» «Четырнадцать миллиардов хотят потратить на этот…» «Вот…» «На голосование…» «Ещё больше, вот если несколько дней ещё на свежем воздухе…» «Это же надо этот…» «Развлекуху, хавчик…» «Сот полдового…» «Ну, и там ещё какой-то хавчик будет платный…» «Опять левые заработки…» «Да пиздец…» «Призы…» «И ещё надо денег взять!» «Доктор, не надо злиться!» «Нас могут позвать работать на точке» «Да нахуй, я работал, это ужас пиздец» «Я работал, я ведущим работал на каких-то выборах!» «Нихуя заплатили тысяч тридцать…» «Я работал, короче…» «За пульсобачья, ну только через тысячу лет» «Обеспечил, короче, лотерея, ну следил за лотереями где там все ходят…» «И потом осталось очень много, очень много конфет…» «Которые бабушки, блядь, уходили, довольные с конфетами» «Нас масла, с…» «На кладбища» вот они короче у меня выходил уже у розыгрыш закончился просто приходили бабушки а так как выходил и просто раздавал уже конфеты я клянусь я так коробку открыл вот так успел сделать сразу четыре старые руки начали вот так прям друг у друга вроде бы подождите подождите у меня есть еще я сейчас вы я был вообще вот короче помните когда как николай второй помните николай второй когда вступал на этот николай николай второй был вступал на при на престол и там на блять не помню к хадынское поле и что-то да 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 там раздавали типа ну пошел сушок среди людей типа будет раздавать мешки пакеты с едой колбаску там и там думали типа придет 1050 или там 100 тыс на 300 тысяч планировалось пришел полтора миллиона там давка передавили вот если бы я там был я бы типа развел бы все четко что я когда бы работал на выборах у меня был микрофон потом микрофон брали я в этот говорил и там что-то подходили уже трепали я такой так сейчас не встанем нормально конфет не будет понятно такое серёга я чисто вот это весь фашизм который у меня внутри был вся месть на взрослых людей люди от него слышат таки смотрят люди на него ему кажется так стали нормально а люди на него смотрят и пишут ищет я считаю конфета на фахахахахахахаха ты знаешь что подумал что в царской россии очень бы пригодился микрофон Он бы вновь во многом, он бы вновь во многом, он бы вновь во многом помог бы, не только вот в этой ситуации, в целом. Ну все, я думаю на этом все, круто, классные новости. Да, все, отлично. Короче, приятнее, но это глубже. Все, это был... Подписка, колокольчик, лайк, дизлайк. Донат, донат. Донат, 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 донат. Пожалуйста. Ну реально, реально. Хотя бы нам мешочек с колбаской, квинтельками. Не, если вам только нравится, типа, если вам нравится, можете поддержать. Мы там вам вас упомянем, мы там в инстаграме что-нибудь. Я могу вам песенку спеть, мы вам все втроем в песенку споем. На изи вообще. И раздеться на мол. Давай петь те, кто задонатит. Да, да, да. Это вставим на чадок. Кто задонатит, пишите там в комментарии свое имя, и мы споем вам в следующем подкасте. Супер песню. Да. Супер песню. Под гитару или нет. Или не споем. Попробуйте там помимо. Пока-пока. 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 ysebl Субтитры сделал DimaTorzok